МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По приглашению президента Шавката Мерзиёева в Узбекистан уверены стороны, это важный шаг к установлению тесного политического диалога. Знак стремления лидеров стран поднять двусторонние отношения на еще более высокий уровень, наполнив их новым практическим содержанием. Основные мероприятия этого знакового события состоялись в резиденции Куксарой. Церемония официальной встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Особую торжественность момента традиционно подчеркнул торжественный церемониал. Строй почетного караула, аккорды, государственных гимнов двух стран. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Векторы сотрудничества Узбекистана и Республики Беларусь на новом этапе выстраиваются на основе особого доверия, уважения и открытости. А потому это событие называют знаковым по четко обозначенному пути мощной интенсификации контактов, сближения народов, связывают которые многие страницы истории. Затем главы государств провели встречу в узком составе. Открытость, доверительность, схожесть позиций отличали эти переговоры. Был обсужден широкий круг вопросов в двухсторонней повестке дня. Определены ключевые направления укрепления и развития политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах на долгосрочную перспективу. Белоруссия для нас – это близкий друг и надежный партнер. Прошло два года. Как мы с вами встречались с Амаками, и мы с вами договорились о визите. И сегодня он состоялся в Ташкенте. Я еще раз вас приветствую в Афганистане. Если говорить о товарообороте, такого товарооборота никогда не было. По итогам полгода. В 2018 году мы почти четыре раза увеличили товарооборот. Наша экономика дополняет друг друга. Вот это самое главное. Должны регионы друг друга видеть, встречаться, решать. Я с каждым губернатором лично разговаривал после его приезда в Белоруссию. Они очень воодушевлены, и у них очень серьезное намерение продолжать эту работу. Культурно-гуманитарная составляющая очень серьезно развивается. Не культуры Белоруссии были в Узбекистане. Вы знаете, на этих концертах это аншлаг. Люди просто очень не стояли. Улица, названная часть Якуба Колоса. Бюст установленный. В центре города. Это говорит о том, что 19 тысяч диаспора, которые живут в Узбекистане, это мост дружбы. Я считаю, что ваш официальный визит через 24 года в Узбекистан, он будет историческим. Историческим, потому что он даст новый импульс нашим отношениям. Шавкат Миромович, мне надо было приехать сюда прежде всего, чтобы поблагодарить вас за то отношение к белорусам, к Беларуси, которые сегодня вы прививаете узбекскому народу. Мы действительно очень похожи народу. Похожи прежде всего своим трудолюбием. Мы так под увеличительным стеклом рассматриваем все, что вы делаете, и мы за вас рады. Особенно за то, что вы выстроили отношения с соседями. Я тоже вам сказал так, вкратце, я побывал у ваших соседей у всех. Последний раз был у своего друга Рахмана Малиша Аликовича. Я скажу, то мнение, которое сегодня бытует у элиты этих государств о вашей политике, ну просто это на зависть. Поэтому я вас поздравляю, что вам удалось определить тот реальный курс, который должен быть в Узбекистане. О конкретных механизмах углубления взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах говорили президенты в ходе переговоров делегаций в расширенном составе. О значимой роли в активизации контактов межправительственной комиссии по двухстороннему сотрудничеству, актуальности расширения взаимодействия на уровне регионов, проектах и программах, что в ближайшей перспективе должны обеспечить дальнейший динамичный рост товарооборота. Уверен, что итоги наших переговоров позволят открыть новую яркую страницу в истории узбекско-белорусских отношений. Все наши встречи и в Сочи, и в Пекине, и в Астане, мы когда встречаемся, мы говорим о серьезных наших намерениях продвигать наше сотрудничество во всех направлениях. Мы не то что шагать будем, мы должны ускорить наше движение. И для этого я еще раз повторяю, что есть политическая воля двух президентов воплощать все, что намечено. Я действительно рад посетить вашу гостеприимную, дружественную страну по приглашению президента Узбекистана. Я не скрою, у многих нас, белорусов, ваша страна легендарная, загадочная для кого-то, сказочная. Потому что отсюда начиналась цивилизация многих народов. Мне, конечно же, повезло, что в Узбекистане сегодня активный, деятельный человек, который видит простых людей. Такой нацеленности на том, чтобы человеку помочь простому, и в то же время обозначить точки роста и профинансировать их. Мы же сами до этого дошли. Как итог, президенты Шавкат Мерзиёев и Александр Лукашенко подписали совместное заявление глав государств. Действующую на данный момент правовую базу партнерства пополнил весомый пакет межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений и других документов, предусматривающих придание новой динамики дружественным многоплановым связям между Узбекистаном и Белоруссией. Итоги же переговоров на высшем уровне главы государств озвучили на встрече с журналистами. Прозвучало. Они продемонстрировали близость и совпадение позиций и оценок относительно состояния и перспектив двухстороннего сотрудничества по актуальным вопросам региональной и международной политики. Вчера, сегодня продолжается бизнес-форум наших двух стран. Вы знаете, там места не хватает. Около трехсот представителей бизнеса Белоруссии и Узбекистана. Подписываемые документы, они сами о себе говорят, что у нас есть очень большая востребованность соглашения. Они говорят о том, что результаты будут очень весомыми, потому что есть обоюдное желание. Есть обоюдное желание воли двух президентов и Белоруссии и Узбекистана сотрудничать. Наши народы связывают общая история, общая борьба против фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны. Можно привести много примеров того, как наши с вами отцы проявляли настоящее мужество и отвагу в боях за освобождение Белоруссии. В годы войны Узбекистан принял сотни тысяч эвакуированных из прифронтовых и оккупированных районов, в том числе из Белоруссии. Среди видных деятелей науки, культуры, искусства, которые обрели тепло и кровь в Ташкенте, был великий белорусский поэт Якуб Колос с семьей. Здесь он создал замечательные произведения, воспевающие узбекскую землю, дружбу между нашими народами. Недавно мы выпустили сборник известных произведений Якуба Колоса на узбекском языке. «Кадрдон кошхлар», что в переводе означает «Родные песни». Уважаемый Александр Григорьевич, мне доставляет огромное удовлетворение вручить вам первый экземпляр этой книги. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодняшняя встреча еще раз продемонстрировала близость и совпадение наших позиций и оценок относительно состояния перспектив двухстороннего сотрудничества по актуальным вопросам региональной и международной политики. Мы обменялись мнениями о перспективах дальнейшего углубления взаимодействия политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферы. Подчеркнута ключевая роль межправительственной комиссии по двухстороннему сотрудничеству. Мы договорились развивать отношения по широкому спектру направлений, в том числе на международном уровне. Речь, в частности, идет о следующих направлениях. Обеспечение высокой динамики дальнейшего увеличения объемов товарооборота, который с начала этого года вырос почти четыре раза. До конца этого года впервые в истории наших взаимоотношений товарооборот достигнет 500 миллионов долларов. Это очень большая цифра, но мы договорились, что потенциал у нас 1 миллиард долларов. Я уверен, что мы к этому обязательно придем. В каких направлениях? Это развитие кооперации в сельском хозяйстве, животноводстве, овощеводстве, машиностроение, текстильной, пищевой промышленности, фармацевтики, производство строительных материалов и многих других. Мы по каждому этому направлению в узком кругу конкретно дали поручение нашим руководителям и межправкомиссии, и министрам на расширенном заседании. Вы знаете, есть обоюдная заинтересованность. Убежден, что принятые сегодня документы о сотрудничестве в области науки и технологии, здравоохранения, высшего образования и культуры, а также между академиями наук заложат прочную правовую основу для партнерства в указанных направлениях. Хотел бы заявить о своем полном удовлетворении результатами состоявшихся переговоров, которые прошли в традиционно доверительной, дружественной и конструктивной атмосфере. Я уверен, что результаты они будут тоже очень весомыми. Последние годы белорусско-узбекские отношения вышли на качественно новый уровень. И тот перерыв четверть века немало мы намерены преодолеть в ближайшие 3-4 года. Мы ведем открытый диалог на основе понимания взаимного доверия и искреннего желания развивать всестороннее сотрудничество. Сегодня переговоры прошли, как здесь сказал президент, я подтверждаю, в очень теплой, дружеской атмосфере, братской, я бы сказал. Основное внимание было уделено, конечно же, вопросам торгово-экономического взаимодействия, которое в последнее время успешно расширяется. Будет экономика, будут торгово-экономические отношения, будет дружба, будет вообще прогресс в наших отношениях. Я не припомню такого количества конкретных документов, соглашений, договоров, которые бы мы подписывали во время визита на самом высоком уровне с какой-либо другой страной. И это конкретные документы и соглашения. Я смотрю, вот сидят наши аксакалы, наши самые руководители самых крупных предприятий, гигантских предприятий. Помельче и среднее, но в основном крупные, которые делают экономику нашей страны. Я вот в вашем присутствии хочу их попросить и поручить им. Многого не требую. С Узбекистана вы должны вернуться с конкретными проектами. И каждый из вас должен найти здесь в этом году, уже в этом году, себе работу. Руководители компаний, руководители регионов, члены правительства. По одному проекту представьте, какой будет оборот и какие у нас будут после этого отношения. Это не просто дружеские. Мы фактически объединим потенциалы двух стран. Без всяких там политических союзов и прочее. Мы сегодня Шавкатом Миромоновичем обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки. Подтвердили нашу готовность и общее стремление укреплять политико-правовую базу в области противодействия терроризму и экстремизму. Договорились, как и раньше, вместе противостоять контрабанде наркотиков и иным вызовам и угрозам современности. И к месту здесь будет сказать, вот это одно из железных наших договоренностей. Нет закрытых тем. Вы за два года сделали то, что не было сделано за четверть века. И вы смело пошли на это, как он сказал, открылись для мира. И вы очень тонко почувствовав этот нерв, сделали решительные шаги в развитии своей страны. Начиная с детского садика, школы восстановив это образование, от помощи бедным людям, вы, помогая им, поставили перед собой колоссальные задачи до космоса. Вы определили точки роста. Без них невозможно будущее. И еще один наполненный особым теплом момент. Президент Республики Беларусь преподнес дар руководителю нашей страны книгу «Беларусь и исламский мир». Как символ особого внимания в дружественных странах, богатому духовному наследию. Прозвучало в эти минуты и то, что итоги визита вновь подтвердили стремление узбекского и белорусского народов быть ближе друг к другу. Строить по-настоящему партнерские отношения. Продолжение следует...